Близится главный праздник весны, день победы советского народа над фашизмом. В этом году 9 мая мы отметим его уже в 79 раз. Ежегодно, накануне 9 мая, новоуральцы присоединяются к акции «Диктант Победы». В этом году он был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы Советского Союза, юбилеем писателей, фронтовиков, а также другим памятным датам. «Диктант Победы» писали дети и взрослые в 40-й, 45-й, 48-й школах, лицеях 56 и 58, в библиотеке на Фрунзе-13 и Первомайской-11, на Уральском технологическом колледже и на других площадках. В лицее 58 к акции присоединились ученики атом-классов, рассказывает Мария Лотова. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны лицей проводит уже третий год подряд. В этом году в акции приняли участие 40 учеников из 8-х, 9-х и 10-х классов. Им было предложено ответить на 25 вопросов теста за 45 минут, выбрав правильный вариант из четырех. Задания оказались сложными, требующими глубоких знаний и понимания исторических событий. Однако школьники сумели логически подойти к правильным ответам даже быстрее отведенного времени. Смотрел тесты, родители тоже про историю рассказывают. В интернете тоже интересовался, читал, ответил. Ну, вопросы, конечно, были сложными, но ответил, собрался с мыслями. Я участвовала первый раз. Мне было очень интересно узнать, какие вопросы вообще, про что там. Надо знать свою историю и быть патриотичным. Вопросы сложные, потому что вопросы, они не входят ни в школьную программу, ни, как правило, не решаются, так скажем, в обычной жизни. То есть, чтобы ответить на эти вопросы, нужно увлекаться историей, в частности, историей Великой Отечественной Победы и вообще войны в целом. Важно отметить, что участие в диктанте Победы дает возможность школьникам расширить свои знания о Великой Отечественной войне и проявить свою патриотичность. Такие мероприятия способствуют формированию у учащихся глубокого уважения к истории своей страны и ее героическому прошлому. Знать, чтобы помнить. Девиз диктанта. Задача в том, чтобы ценность того, что было сделано для них, для нас, она всегда оставалась ценностью. К сожалению, уходит время и определенные моменты истории, они притупляются, что ли. Чем дальше, тем, к сожалению, это так. Поэтому диктант Победы, на мой взгляд, это в первую очередь привлечение внимания к подвигам наших сограждан, к великой нашей истории и к самой лучшей стране в мире. После проведения акции ученики получили возможность обсудить свои ответы и разобрать сложные моменты с преподавателями и другими участниками. Это позволило им не только проверить свои знания, но и обогатить свое представление о Великой Отечественной войне. Таким образом, диктант Победы продолжает быть важным событием в жизни лицея номер 58, способствуя расширению знаний учеников о истории России и формированию патриотических чувств. Мария Лотова, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги.